Появившийся в продаже в Америке в 1962 году приемник Drake 2B производился специально для радиолюбителей. Массовые его продажи начались в 1963 году, а сама компания Drake была основана в середине 40-х. До этой модели 2B были приемники 2А, 1А, имевшие меньше возможностей. Например, приемник Drake 1А продавался с 1957 года. Он работает только в амплитудной модуляции и в телеграфе. В то время большинство голосовой радиосвязи происходило именно в амплитудной модуляции. Но многим радиолюбителям уже тогда была интересна однополосная модуляция, и именно с учетом этих требований были сделаны приемники сначала Drake 2А, а потом Drake 2B. Характеристики приемника Drake 2B для того времени очень хорошие. Стабильность частоты ГПД очень высокая, прием однополосных сигналов можно было вести комфортно. В свое время этот приемник произвел фурор на рынке и очень быстро стал популярным. Drake 2B кратковолновый радиолюбительский приемник работает в диапазонах 3,5, 7, 14, 21 и 28 МГц, а также возможна установка до пяти дополнительных опциональных диапазонных кварцевых резонаторов по выбору пользователя. Работает он в однополосной модуляции и телеграфе, а также может принимать амплитудно модулированные сигналы. Для этого есть специальный отдельный амплитудный детектор. Вес самого приемника около 6,5 килограмм. Он имеет встроенный блок питания для работы от сети переменного тока 110 или 220 вольт. Для того времени, то есть начало 60-х годов, размеры и вес приемника очень небольшие. Большинство радиосвязных приемников, тем более имеющих однополосную модуляцию, в то время были гораздо крупнее. Приемник этот полностью ламповый, ни одного полупроводникового прибора в его конструкции нет. Выпрямитель в источнике питания и амплитудный детектор тоже сделаны на электровакуумных приборах. Всего в приемнике 10 ламп, плюс еще одна лампа в опциональном кварцевом калибраторе, который устанавливается во внутрь корпуса приемника, и еще одна сдвоенная лампа в умножителе добротности, который выполнен в виде отдельного устройства в своем корпусе. По схемотехнике своей это супергетеродин с тройным преобразованием частоты. Первый гетеродин кварцованный с переключаемыми кварцами для 12 разных поддиапазонов, кварцы для пяти из которых устанавливает сам пользователь. И соответственно первая ПЧ перестраиваемая. Диапазон перестройки ее от 3,5 до 4,1 МГц, то есть ширина перекрытия каждого диапазона 600 кГц. Популярная в то время архитектура супергетеродинных приемников с первым кварцованным гетеродином. Вспомните наш R250, например. Вторая промежуточная частота 455 кГц, третья 50 кГц. Есть переключение полосы пропускания ПЧ три значения 0,5, 2,1 и 3,6 кГц. А также есть плавный сдвиг ПЧ вплоть до сдвига его через ноль в другую боковую полосу. Таким образом происходит и переключение боковых полос. Собран приемник на металлическом медном шасси. Не алюминиевым, не стальном, а именно медным. Так делались приемники Drake. Шасси закрывается металлическим уже стальным кожухом с множеством отверстий для охлаждения. Задней стенки нет вообще. Как я уже говорил блок питания встроенной, т.е. сетевой трансформатор расположена внутри корпуса приемника. А вот встроенного громкоговорителя нет. Можешь подключить либо какой-то свой собственный громкоговоритель к разъему на передней панели или к клеммам на задней панели. Либо можно использовать громкоговоритель от Drake. Со встроенным умножителем добротности. Этот громкоговоритель с умножителем добротности подключается двумя кабелями. Одним кабелем к передней панели приемника к разъему для подключения громкоговорителя, а вторым кабелем он подключается к четырехконтактному разъему на задней стенке приемника. На этот разъем выведены все необходимые сигналы для работы умножителя добротности, а именно корпус, накал, анодное напряжение и сигнал ПЧ. На входе приемника расположен узкополосный перестраиваемый фильтр, называемый преселектор. При переходе с диапазона на диапазон пользователь сам вручную с помощью ручки управления на передней панели приемника перестраивает этот фильтр. Благодаря этому фильтру у приемника улучшается избирательность по зеркальным каналам, по прочим внеполосным каналам прием, а также улучшается динамический диапазон относительно сигналов, расположенных далеко от рабочей частоты. Органы управления у приемника есть такие. Конечно, же самый главный орган управления это ручка настройки, она очень крупная и с ней связана стрелка, расположенная на шкале. Стрелка эта перемещается с помощью нитки или шнура, который наматывается на ось ручки. С помощью этой же нитки этого шнура вращается и ось конденсатора переменной юмкости. На передней панели есть еще целый ряд двухпозиционных переключателей и несколько ручек. Переключатели выполняют следующие функции. Слева расположен выключатель питания, который просто разрывает первичную цепь силового трансформатора. Второй переключатель подает анодное напряжение для питания кварцевого калибратора. Напомню, калибратор опционный, устанавливается отдельным модулем внутрь корпуса приемника. Вот этот модуль включается с помощью этого переключателя. Частота кварцевого калибратора 100 кГц. Соответственно, через каждые 100 кГц мы наблюдаем сигнал от этого калибратора. Третий переключатель. Перевод приемника в дежурный режим. Это нужно при работе приемника совместно с каким-то передатчиком. Либо можно с помощью этого переключателя вручную приемник перевести в дежурный режим. Соответственно, у нас ничего не будет в это время принимать, а просто будет ждать пока работает передатчик. Либо тоже самое можно сделать с помощью подачи сигнала на клемму, расположенную на задней стенке приемника. Следующий четвертый переключатель. Это постоянное времени ARU. Есть быстрое и медленное ARU, точно также как в современных трансиверах с low и fast, только вместо ARU здесь написано AVC, Auto Volume Control, то есть как бы автоматическая регулировка громкости. Но по сути это ARU, которая регулирует усиление тракта ПЧ. Еще в этом приемнике есть noise limiter. Это ограничитель импульсных помех, реализованный в амплитудном детекторе. Соответственно, работает только в режиме приема амплитудной модуляции. В ssb и telegraph он не работает. Включается тоже отдельным переключателем на передней панели. И еще есть два переключателя, предназначенных для выбора режима работы. ssb телеграф или амплитудная модуляция. Переключать их нужно сразу оба. Один из них переключает вид детектора, с которого мы берем сигнал на ONC. Это либо смесительный детектор в верхнем положении, либо амплитудный детектор в нижнем положении. А второй переключатель у нас включает с вами питание на телеграфный гетеродин. Соответственно, смысла нет включать первый переключатель в верхнее положение, то есть брать НЧ сигнал со смесительного детектора, не включив телеграфный гетеродин. То есть эти два переключателя нужно либо ставить оба в нижнее положение, тогда у нас прием в амплитудной модуляции, либо оба в верхнее положение, тогда у нас прием ssb и телеграфа. Кроме ручки пресс-селектора, про которую я вам уже рассказывал, есть ручка переключения диапазонов, то есть переключения кварцев в первом ветеродине. Ручка регулировки усиления по ВЧ-ПЧ, она фактически влияет на АРУ, как и большинстве современных трансиверов тоже. Далее есть ручка регулировки полосы пропускания и сдвига ПЧ, она совмещена с переключателем полосы пропускания на три положения, и конечно же есть ручка регулировки громкости. Монтаж компонентов, конечно же, выполнен навесным способом. Ни о каких печатных платах в начале 60-х годов в ламповой конструкции не может быть и речи. Резисторы и конденсаторы никак не зафиксированы, а крепятся с помощью пайки своих выводов к лепесткам ламповых панелек и к монтажным стойкам. Это норма для бытовой техники всего мира того времени. Громкоговоритель с умножителем добротности в виде одного блока, который предлагался компании Drake к этому приемнику, звучит очень неплохо. Сама динамическая головка имеет достаточно большие размеры и поэтому воспроизводит в том числе и низкие частоты хорошо. Сам умножитель добротности к динамику никакого отношения не имеет. Он просто расположен с ним в одном корпусе, его можно вообще не подключать, но если мы его подключим, то он нам обеспечит следующие функции. Он может работать либо в режиме, когда он создает подъем на АЧХ, либо может работать в режиме, когда создает провал на амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания приемника. И этот провал или подъем можно регулировать как по интенсивности, так и по частоте. То есть, грубо говоря, это дополнительный вручную регулируемый настраиваемый фильтр промежуточной частоты, с помощью которого можно отстроиться от нежелательных сигналов или помех. В современных трансиверах фирмы ЕЗУ есть подобные функции. Называется она там контур. То же самое можно задать в настройках ширину, глубину провала или подъема на АЧХ и соответственно частоту этого провала или подъема. Понятно почему Drake 2B в свое время стал таким популярным. Схема простая, ничего лишнего, но работает она очень хорошо. SSB сигнал на нее принимать можно очень комфортно, то есть свои функции выполняет она прекрасно. И даже в наше время человеку привыкшему к современной многофункциональной цифровой технике удобно пользоваться таким аппаратом. И качество изготовления его, качество компонентов тоже очень высокое. Прошло почти 60 лет, а этот приемник просто включается и работает. Ни один резистор или конденсатор в значительной степени не изменили свои параметры за это время. Можно просто включить и пользоваться. И это несмотря на то, что конструктив исключительно бытовой, то есть как у бытовых приемников или телевизоров того времени. Все компоненты резистора конденсатора не зафиксированы, а держатся только на своих выводах. Большинство ламп тоже не закреплены, не зафиксированы в своих панельках. При этом через 60 лет это все прекрасно работает. К сожалению в наше время кратковолновый эфир в городе очень сильно зашумлен, очень много помех от бытовой техники. И послушать радиолюбителей на этот приемник сложно не из-за его возможностей или характеристик, а из-за помеховой обстановки в городе. А вывести куда-то в поля этот приемник сложно, так как он с сетевым питанием ламповый и в полях его запитывать попросту неоткуда. Но если я это сделаю, если я его куда-то вывезу и послушаю на нем КВ эфир, то я вам это покажу в отдельном видео. А сейчас пока мой рассказ о приемнике Drake 2b 60-х годов в американском приемнике закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные приемники, слушайте эфир, работайте в эфире, проводите радиосвязи, эксперименты. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok